В эфире телеканала ТВ. Ком вы смотрите международную информационную программу «Середина земли». Мы рассказываем новости соседних регионов и стран. В студии работает Юлия Кожевникова. Здравствуйте. Коротко о том, что мы покажем сегодня. 15 медалей на одну команду. Сборная при Ангаре стала лучшей в первенстве России по универсальному бою. Солнечные дети. В Чите открылась секция по каратэ, где занимаются исключительно с детьми синдромом Дауна. Дорожный дефицит на ремонт дорог в Монголии выделили 20 миллиардов тубриков. Это только половина от необходимого финансирования. Сборная Иркутской области показала лучший результат на первенстве России по универсальному бою в дисциплине классика. 23 представителя при Ангаре, юноши и девушки в двух возрастных категориях 14-15 и 16-17 лет завоевали 15 медалей различного достоинства. Подробнее о результатах спортсменов в нашем материале. В красном углу студентка первого курса Иркутского училища Олимпийского резерва Арина Смолина, ее соперница из Подмосковья. Едва бой начинается, тут же вмешивается рефери. Наша спортсменка вне конкуренции. Арина становится победительницей первенства России по юнифайту среди девушек. Заниматься я начала, когда училась в школе в шестом классе. Пришел тренер, спросил, кто хочет пойти на такую секцию, как рукопашный бой. Мы записались, начали заниматься. Мне очень понравилось. Я начала выступать на соревнованиях, побеждать, проигрывать. Мне очень понравился этот вид спорта. И вот я пятый год уже занимаюсь. Есть трудности, но преодолеваем. Все получается нормально. Более 150 спортсменов из 20 регионов страны собрались в Калужской области на первенство России среди юношей и девушек по универсальному бою или юнифайту. В этот комплексный вид спорта входят такие дисциплины, как преодоление полосы препятствий, метание ножей, стрельба и рукопашный бой. Спортсмены при Ангаре доказали, они самые ловкие, меткие и сильные. Как результат, первое место среди команд в категории классика и второе в категории лайт. Такие достижения, по словам председателя городской федерации юнифайта, подогревают интерес к этому виду спорта. Ребята стараются выехать на Россию, показать свои умения, как они тренировались, как готовились. Ну и молодые ребята, кто смотрит на них, одноклассники, школьники, то есть они, конечно, хотят также где-то выступить, быть знаменитыми в своем виде спорта. Ну и идут, записываются. Парней, конечно, больше в данном виде спорта, но девушки, как ни странно, стараются из года в год все больше и больше девочек заниматься. Наши спортсмены доказывают делом, что они способны преодолеть любые трудности. Об этом говорят пять золотых, две серебряные и восемь бронзовых медалей, которые спортсмены при Ангаре внесли в копилку сборной России. И уже готовятся покорять новые вершины. В августе бойцы отправятся на чемпионат Европы, а в сентябре на мировое первенство. Вместо привычного школьного кабинета органный зал, а в качестве педагога музыкальный коллектив. Урок истории и одновременно музыки для учеников иркутских школ устроил камерный хор губернаторского симфонического оркестра. Что рассказывают на таких уроках, услышал Владимир Пеханов. Пусть патроны игрушечные, зато войско самое настоящее. Солисты камерного хора рассказывают ученикам иркутских школ о юном императоре Петре Первом. Вернее, о его пристрастии к военному делу. Царь Алексей Михайлович с целью вырастить из своего сына настоящего полководца, выделил 4-летнему ребенку целый полк солдат, в последующем переименованный в потешные войска. Ну а чтобы маленьким зрителям не стало скучно от лекции, некоторые исторические факты ученики узнают из песни. Этот урок истории, уверены организаторы, школьникам запомнится. Подобные познавательные занятия для детей камерный хор проводит регулярно. Сегодняшняя программа посвящена истории России. Долго вынашивали идею спеть всю музыку, которая отразила бы все исторические главные моменты нашей страны, нашего государства. И в этой программе мы сегодня начнем рассказывать о истории крещения Руси и закончим гимном России. В отличие от школы, где занятия длится 40 минут, здесь идет 2 часа. Зато какой урок! На протяжении всего времени дети не только слушают лекции, также смотрят фрагменты из исторических фильмов, слушают произведения классиков, популярные и детские песни. На такой урок ученики 7 класса 21 школы пришли впервые. Сейчас, к сожалению, очень мало касается вот этих вопросов каких-то культурных, именно как связана наша история именно с песнями, да, с какой-то, ну, такой вот особенностью нашей. Им надо посмотреть, им надо узнать. То есть у нас много приезжих, кто не знает нашу историю. И все у нас это будет связано с курсом истории, да, и с курсом, который мы на своем предмете изучаем. То есть все органично вольется. Параллельно камерный хор ведет подготовку к областному пасхальному фестивалю. Там они исполняют другие композиции, включая духовную музыку. На концерте также выступят детские хоровые коллективы. Мероприятие приурочено празднику Пасхи. Состоится оно 13 апреля. В программе «Середина земли» настало время узнать новости Забайкальского края. Ими уже готовы поделиться журналисты из Читы. И моя коллега Анжелика Гришина. Здравствуйте. Почти 70 миллионов рублей из федерального бюджета выделят на вторую очередь благоустройства площади Ленина в Чите. Однако расчетная стоимость работ оценивается в 63 миллиона. Расскажите, на что направят оставшиеся средства. Здравствуйте, Юлия. Оставшиеся средства пойдут на благоустройство площади труда в поселке КСК, запланированное в 2019 году. Сумма работ там еще не определена. Остальные проекты благоустройства, за которые голосовали четинцы 18 марта, планируется реализовывать по порядку, исходя из количества отданных за них голосов. А сейчас к другим новостям. Существенная поддержка. Первые выплаты семьям с новорожденными уже начали осуществлять в Забайкалье. Согласно демографической инициативе президента, с этого года они положены и за первого ребенка. Подробнее Наталья Собеникова. У Юлии и Евгения Железняк двойня Костя и Степа родились в ночь на 1 февраля. Полуторамесячные близнецы уже проявляют свой характер. Один спокойный и уравновешенный, другой заводил и крикун. Молодые родители пребывают в счастливых хлопотах, но уже успели понять и все сложности, связанные с финансами. Рождение сразу двух малышей – существенная нагрузка для семьи. А потому любая помощь сейчас для них не лишняя. Пока не верится, даже порой не понимаешь, что ты вообще уже мама, а тем более, когда задумаешься, что целых двое. Ну, конечно, безумно счастливы и долго к этому шли, очень долго этого хотели. С 2018 года и на первого, и на второго ребенка, родившихся после 1 января, теперь можно получать ежемесячную социальную выплату до исполнения полутора лет ребенку. И это стало приятной новостью для семьи «Железняк». Ощутимая, глубокая финансовая помощь, потому что каждую все равно копеечку планируешь, делаешь. Такая приятная, неожиданная помощь от государства получилась. Мы даже на нее не рассчитывали, в принципе, ну, думали, может не получится. Главное условие для получения выплат – доход не должен превышать полтора прожиточных минимума в перерасчете на каждого члена семьи. В Забайкале эта сумма не может быть выше 17 тысяч 88 рублей. А выплата на ребенка составит 11 тысяч 362 рубля. На сегодняшний день, по состоянию на 15 марта, обратилось 604 семьи. Это те, которые родили первого ребенка в отдела социальной защиты населения по месту жительства. Им оказана консультация. То есть изначально устанавливается право семьи на данную выплату. Всего выплачено пока 118 семьям, родившим первого ребенка. Для оформления ежемесячной выплаты, если у вас первенец, потребуется заявление, свидетельство о рождении и справка о доходах. Документы необходимо подавать в отделы социальной защиты на местах. Если родился второй ребенок на ежемесячное пособие, теперь при желании можно тратить средства материнского капитала. И оформляются документы в пенсионном фонде. Но главное, призывают специалисты, необходимо успеть подать документы до исполнения ребенку шести месяцев. Не успеете, средства за полгода не начисляются. Наталья Собейникова, Андрей Шаронов, Середина земли, Забайкальский край. По данным статистики, ежегодно в России рождается около двух с половиной тысяч детей с синдромом Дауна. И более 80% семей отказываются от них в родильном доме. Но есть и те, кто невзирая на сложности воспитывает таких малышей. Усилиями родителей и педагогов такие дети читают, пишут, полноценно общаются и даже серьезно занимаются спортом. Чуть больше месяца назад в Чите открылась секция по каратэ, где занимаются исключительно солнечными детьми. Сан, си, го, рок, си, сич, си, хач, кю, цуке, джа! На сроке 20 недель Байерме сообщили, что у ее третьего ребенка синдром Дауна. Никаких сомнений, оставлять или нет, малыша у нее не возникло. Ребенок должен жить. Сейчас Саяну уже 7 месяцев. И он отпускает свою сильную во всех смыслах маму на тренировки. Следователь с 17-летним стажем Байерма профессионально занимается каратэ. Говорит, никогда не думала, что будет тренировать особенных детей. Я узнала, что есть такая общественная организация «Наш мир» называется. Меня включили в группу и стали там обсуждать, кто что умеет, кто что знает. Лет 17 назад я занималась каратэ. У меня черный пояс первый дан, по ситакан каратэ до. Я предложила девочкам, девочки согласились. Теперь дважды в неделю Байерма занимается с детьми с синдромом Дауна. На занятия к ней в поселок текстильщиков приезжают даже из города. Спортивный клуб «Спарта» бесплатно предоставил зал для занятий. Обучать детей каратэ взялся еще один тренер – Максим Молчанов. Правая нога назад, налево прыгнулись. Сегодня азы каратэ постигают Матвей, Савелий, Илья и Дима. Пока они только в начале пути. И не всегда все получается. Вместе с мальчишками боевые приемы отрабатывают и их мамы. Наши дети, как я говорю, слабые в плане физическом. Мышечный тонус у всех слабый изначально. И вот чтобы его потянуть, потому что тренировка все равно и волевые качества формирует, и мышечный тонус подтягивает. Здесь мы все свои, нас все понимают и с нами занимаются до пота, до слез. У каждой семьи своя история. Но объединяет их одно. В свое время они приняли непростое решение, которое не все окружающие поддержали. Воспитывать детей с синдромом Дауна – великий труд. И благодаря ему достигаются значительные успехи. 12-летний Дима хорошо учится, катается на коньках, велосипеде, увлекается плаванием. Сам ходит в школу. Теперь у него появилось новое увлечение. Великим каратистом станешь, спортсмен? Да. У тебя все получится. А для чего ты занимаешься? Для чего ты занимаешься, скажи. Ступи за 10 слабых. Это очень важно. Приобщать наших детей и всех детей к спорту. А наших, особенно потому что, когда ребенок занимается спортом, он занят. Он себя чувствует, я бы сказала, успешным, востребованным. Ну и не отстающим от других детей. Около 67 из разных районов Забайкали, где воспитываются особенные дети, входят в региональную общественную организацию «Наш мир». Для них проводятся мероприятия, устраиваются праздники, им оказывают психологическую, консультационную и правовую поддержку. Юлия Тимошенко, Сергей Рычков. Середина земли. Забайкальский край. Спасибо, что в эти минуты были с нами. На этом блок новостей Забайкалья завершен. Далее в выпуске международной программы «Середина земли» события Монголии. Наши коллеги из Улан-Батора уже на связи. Лхама, здравствуйте. В Габийском Аймаке Монголии впервые выпустили отечественные экобусы. Расскажите, сколько единиц общественного транспорта работают, кто разработал автобусы нового поколения и чем они принципиально отличаются от своих бензиновых аналогов. Здравствуйте, коллега. Умингов Аймак первым в Монголии начал использовать 8 экобусов в качестве общественного транспорта. Благодаря проекту фонда «Поддержка развития ГОБИ ОЮ» компании «ОЮТАЛЬГА» и их финансовой поддержкой в размере 396 миллионов тугриков монгольская компания «Экологбуз» изготовила 8 электробузов. На ремонт дорог в Монголии видели только половину необходимой суммы. Несмотря на это, продолжится строительство тысячи километров трасс. Как распределяться деньги между автомобильными дорогами, расскажем далее. Для ремонта автодорог необходимо 44 миллиарда тугриков или 25 миллионов долларов. Протяженность международных и внутренних дорог в Монголии составляет 15 тысяч километров. Для ремонта и обслуживания этих трасс в этом году выделено 20 миллиард тугриков или 10 миллионов долларов. Это только половина всех необходимых затрат, которые нужны для ремонта автотрасс. При том, что из этих 15 тысяч километров дорог только 6 тысяч с твердым покрытием, 20% которых нуждается в капитальном ремонте. И в виде линии 20 миллиард тугриков покроет только 36% всех ремонтных работ. Если честно сказать, то крупные инвестиции в нашу отрасль не предусмотрено. Это связано с финансово-экономическим положением в стране. Несмотря на это, мы продолжим строительство тысяч километров дорог, которые были заложены раньше в бюджет государства. У нас есть все стандарты от дорог в первой категории и кончая международными трассами. Самое главное, нужно соблюдать все нормативы. По словам специалиста по контролю за качеством дорог, при строительстве дорожного покрытия недостаточно проводят исследовательские работы. Так, 40% территории страны занимают обычные мерзлоты. Поэтому из-за плохого изучения грунта в некоторых местах проложили асфальтовые покрытия, вследствие чего через 2-3 года трасса лопается и трескается. Начиная с техник экономического обоснования, на каждом участке должен вести строгий контроль. Какие материали собираются использовать даже во время строительства, нужно соблюдать безопасность движения, и все эти нарушения незамедлительно устранятся. В целом по стране работают 28 специализированных авторемонтных компаний. Одна такая компания обслуживает от 70, а в некоторых случаях до 1000 километров автодорог. По правилам, одна такая сервисная единица должна обслуживать от 100 до 150 километров дорожного покрытия. Мы считаем, что при наличии той техники, которая имеется у дорожно-строительных компаний, они в пальне могут обслуживать от 100 до 140 километров. А в тот раз, что касается выше этого, то необходимо обновление дорожной техники и обеспечение их новым оборудованием. Начиная с этого года, дорожные компании будут нести ответственность согласно стандарту и на дорогах международного значения, поставят новые знаки, обновят разметку полос. За прошедшие 6 лет в Монголии было построено 4200 километров асфальтированных дорог, а к 2020 году собираются все Аймачни областные центры связать со столицей Уламбатаром качественными дорогами и стюардами покрытия. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Далее к международному выпуску программы «Середина земли» присоединяются наши коллеги из Китая. Нихао, о каких событиях вы расскажете? Здравствуйте. Конечно, о самых заметных и интересных событиях связаны с Китаем в Сэдди Сянчжунань. В последнее время в Китае быстрыми темпами развивается экономика совместного потребления. Что же ждет в будущем шеринг-индустрии, узнали мои коллеги. Бурное развитие шеринг-экономики вывело Китай в мировые лидеры. И это произошло одновременно с развитием высокоскоростного железнодорожного сообщения, электронной коммерции и мобильных платежей. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян во время открытия сессии в СМП. Экономика шеринга – это новая социально-экономическая модель. Она совершила революцию в области потребления товаров и услуг, поскольку основана на коллективном их использовании, бартере или аренде вместо владения. Модель подразумевает большое количество конкретных сервисов, таких как инструменты, оборудование, автомобили, жилье и так далее. Благодаря интернету это явление приобрело такой масштаб, что о нем заговорили как о конкуренте классической экономической модели. Активное использование смартфонов и мобильных платежных систем, в свою очередь, упрощает безналичные транзакции между пользователями. Тем самым облегчает доступ к сервисам. В прошлом году, по данным Государственного информационного центра КНР, на рынке отрасли было произведено транзакции на сумму почти 5 триллионов юаней, что на 47% больше, чем годом ранее. Мы спросили ведущих экономистов НПКСК, почему шеринг экономика в Китае развивается так быстро. Первая причина – это стремительное развитие интернета. Вторая – китайцы используют по максимуму шеринговую модель, потому что она им нравится. Многие инвесторы вкладываются в идею, желая занять нишу на новом рынке. Поэтому мы наблюдаем такой мощный толчок о развитии этой отрасли. Другим странам стоит присмотреться к опыту Китая. Китай уже делится моделью шерингового бизнеса с другими странами. Взять, к примеру, китайский сервис вызова такси «Диди» или аренду велосипедов. Они вышли на новые международные рынки и положительно на них влияют, принося инновации и стимулируя потребление. Компании, реализующие новые бизнес-модели в сфере экономики совместного потребления, позволяют найти применение свободным ресурсам. Это, в свою очередь, способствует увеличению предложения и оптимизации рыночных цен. Я думаю, у экономики совместного потребления большое будущее, потому что она интернет ориентирована, способна легко адаптироваться под запросы разных пользователей. Модель легко отвечает на любые изменения на рынке. У шеринг-экономики большой потенциал. Технические инновации важны для развития экономики совместного пользования, особенно если речь идет о шеринговых перевозках. Беспилотные автомобили – это горячая тема для индустрии. Думаю, в ближайшем будущем будет совершен технологический прорыв в этой области. Люди во всем мире стремятся к более комфортному образу жизни и экономии ресурсов. В Китае так набирают популярность велошеринг, автошеринг, использование общественных зарядных устройств, баскетбольных мячей, зонтиков. В будущем правительство будет поддерживать в трудоустройстве самозанятых граждан на шеринговом рынке. Также власти намерены приспособить административное санкционирование и процедуры по регистрации бизнеса к новой бизнес-модели. По прогнозам, в будущем экономика совместного пользования в Китае ежегодно будет расти в среднем на 40%. К 2020 году она составит более 10% ВВП Китая. Семи – Си Цзютьян. Борьба за экологию стала одной из важных тем первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва. Как страна готовится к тотальной войне загрязнениям, выяснили мои коллеги. Добиться ещё больших успехов в профилактике и устранении загрязнения окружающей среды такую задачу поставило перед собой правительство Китая. Вопрос чрезвычайно актуален. От него зависит, насколько успешно удастся справиться с миссией построения среднезажиточного общества к 2020 году. Китай – одно из крупнейших государств мира. И несмотря на то, что пока ещё Китай развивающаяся страна, китайское правительство уделяет большое внимание вопросу охраны окружающей среды. И мы готовы брать на себя ответственность. Согласно новому плану по реформе структуры правительства, в Китае появится Министерство экологической среды. Новое ведомство будет сформировано на основе прежнего Министерства охраны окружающей среды и некоторых других профильных отделов правительства. События в стране считают историческим. Конечно, не в силу замены названия, а в силу обновления функций. «Создание нового министерства позволит нам собрать все имеющиеся ресурсы воедино и работать более эффективно, чтобы интегрировать систему мониторинга окружающей среды с надзорной и правоохранительной системами». Это уже далеко не первая мера, направленная на защиту экологии. В 2015 году в стране вступил в силу самый строгий в истории закон об охране окружающей среды. Даже итоги работы чиновников теперь оценивают, учитывая соответствие принимаемых ими мер экологическим стандартам. Больше задумываться о чистоте природы стали и простые обыватели. «Каждый из нас должен чувствовать свою ответственность за охрану окружающей среды. Наши и следующие поколения, безусловно, будут рады более чистой воде, безопасным продуктам питания и, конечно же, свежим воздухом». Поставлена цель к 2020 году – довести количество дней с чистым воздухом в крупных мегаполисах до 292 в году и довести до стандартов качества воды минимум в 80% от общего количества водоемов в стране. Акцент также ставят на развитии новых источников энергии, снижении объема промышленных отходов. Лутун, CGTN О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин